Всем привет! Хочу поговорить сегодня о финансовой теме, в этот раз не о истории моих знакомых, но о некоторых историях и случаях из жизни американцев, о которых не принято говорить в СНГ. Сегодня я хочу поговорить о бедности. Некоторые мои коллеги в США или знакомые иногда жалуются, я на мели, у меня нет денег, ой, а ты знаешь, сколько стоит машина и заправить, и страховка? Нет, я не знаю, потому что я знаю, что такое треугольник, работа, отдых, покупка и как спокойно отказаться от автомобиля, но сегодня не об этом. Сегодня давайте поговорим о том, о чем не принято говорить людям из СНГ, потому что они любят боготворить США, любят одевать розовые очки и считать, что вот ты приехал в Америку и ты гребешь деньги лопатой. Даже среди американцев не принято говорить о том, о чем я хочу поговорить сегодня. Хочу поговорить о 50 оттенках бедности в США. И так что у меня на уме? То, о чем многие жители США даже не задумываются, обычные ежедневные плюсики и бонусы, которыми мы пользуемся бесплатно. Скажем, те же чеки бумажные или та же карточка ATM, кредитные карточки и все остальное. Все это мы получаем бесплатно, потому что исполняем определенную галочку, держим определенную сумму денег в банке, подписываемся на определенные услуги, в месяц или в год оплачиваем определенные взносы и, получается, пользуемся прекрасными услугами банковскими, которые себе часто-густо не могут позволить обычные американцы, которые находятся ниже определенного установленного банками уровня. Что это значит? Банк получает деньги, инвестируя ваши деньги. Банк ставит определенные условия и, скажем, требует, чтобы на своем депозитном счету вы держали сумму в, ну, к примеру, полторы тысячи долларов. И, значит, если вы эту сумму держите, банк не будет брать с вас плату за этот счет, но тем самым он будет пользоваться вашими деньгами. Если вы держите сумму меньше оговоренной, вы больше не выгодны банку, банк смотрит на вас нахмурясь, и каждый месяц за то, что вы держите в банке счет, он будет брать определенную сумму, он будет брать определенный процент, он будет брать определенную плату каждый месяц. То есть люди, которые не могут себе позволить отложить сторонку 1500 долларов, они будут вынуждены платить определенную сумму каждый месяц. Опять-таки, с историей одного дедушки мы можем узнать, что случится, если вы вдруг потратили больше денег, чем у вас было Банк начинает вас долбить штрафными санкциями, порядка 35 долларов за каждую транзакцию и 8 долларов за каждый день, когда ваш счет в минусе То есть он продолжает выбивать из вас больше и больше денег Значит, определенные слои населения вообще пытаются не иметь счеты в банках, потому что им это невыгодно, им это дорого У них нет полторы тысячи, которые нужно отложить в сторону, у них нет денег на то, чтобы завтра заплатить за аренду или купить поесть детям Что они делают? Они отказываются от банковских услуг полностью Что же делать им в этом случае? Можно ли прожить в Америке за наличные? Можно попытаться, но полностью прожить можно, скорее всего, разве что, если ты бездомный Потому что аренду придется заплатить, скорее всего, чеком Если чековой книжки у тебя нет, и счета в банке у тебя нет Ты пойдешь в Walmart и за 3 доллара купишь себе Money Order Тот же самый бумажный чек, которым ты обменяешь свою наличку на эту бумажку, которую потом по почте Или, как у вас договорено, отправишь своему лендлорду Надо заплатить за коммунальные услуги, коммунальщики тоже Как мы привыкли, мы открываем наш телефон Клац-клац, свайп-спайп, тап-тап, и все оплачено, никаких проблем Что делать этим людям, у которых нет счета в банке, у которых нет кредиток, у которых нет кэшбэка, у которых вообще нет никаких карт? Что остается делать им? То же самое, им остается сделать Money Order или Cashier's Check, который тоже стоит деньги, 3, 7, 8 долларов, в зависимости от места, суммы И если ты хочешь заплатить сегодня, а не хочешь платить штрафные санкции, а должен заплатить до завтра То тебе еще придется заплатить за FedEx, за то, чтобы они этот чек отправили срочной почтой, отправили получателю, коммунальщикам, твоей компании, которой ты оплачешь этот счет То есть ты платишь, платишь, платишь за то, что обычные люди привыкли Нажал на телефоне, клац, окей, confirm, все отлично Мы даже не задумываемся о том, сколько денег выбивает из бедняков Дальше больше Как мы привыкли закупаться? Экономия, да? Мы покупаем, с детства на случай, большие упаковки, значит, меньшая цена Мы покупаем мешками рис, мешками корм для домашних животных Мы покупаем большие спайки туалетной бумаги У нас есть членство в Костка, которое выгодно Потому что выгоднее купить громадные эти упаковки Но как бедняку все это доставить домой, если у нее нет, например, автомобиля? Как довезти это домой на спине, на коленках в автобусе? Как эти гигантские костовские ящики довезти домой? Это составляет определенные трудности Особенно для тех, кто не привык жить без авто Эти все большие супермаркеты зачастую обходят бедные районы стороной Если посмотреть на карту города, там, где селятся бедняки Те места, где они могут себе позволить заплатить аренду Находятся очень далеко от линии автобусов, от супермаркетов И они вынуждены иногда или часто покупать вот эти ежедневные вещи Такие, как яйца и молоко в обычных convenience store, как мы их называем В обычных вот таких захолустных магазинчиках, типа заправки Здесь всякая шелуха там водится Кто обращал внимание, эти обычные вещи, как молоко Кто хочет, может сходить по ссылке и посмотреть, сколько стоит молоко и яйца Скажем, в магазине Aldi у нас в штате Индиана Но молоко в этих convenience store, в этих магазинчиках у дома Оно стоит не на 20 копеек дороже, как мы привыкли в СНГ Там в Украине, например, я знаю, да Оно стоит в 4 раза дороже То есть молоко, например, сейчас у меня в магазине стоит 70 центов за галлон молока Вне зависимости от процента жирности А в этих магазинчиках оно стоит 2,50 То есть считайте, это практически почти в 4 раза дороже То же самое молоко, с той же самой коровы, скорее всего Эти вещи им обходятся гораздо, гораздо, гораздо дороже У нас в Америке очень низкий рост инфляции Он там иногда вообще даже негативный Многие экономисты жалуются, что это плохо Ну, не знаю, я не экономист, экономику изучал чисто для себя посмеяться Но люди, у которых доход в год составляет, скажем, 12 тысяч долларов Их инфляция даже в 2% бьет гораздо сильнее, чем людей У которых доход составляет, скажем, даже, ну, среднестатически по стране 40 тысяч долларов Сами понимаем, что их инфляция в 4 раза сильнее бьет Потому что чаще всего инфляция задевает такие вещи, как аренда Что мы, собственники домов, в общем-то, не особо замечаем Автомобили и продукты питания, как ни странно То есть, опять, бедняков это бьет больнее всего Я уже не говорю о том, что из-за того, что они вынуждены принимать вот такие неправильные решения Они часто густо загоняют себя настолько в минус, что вынуждены пользоваться такими ужасными вещами, как payday loan или car title loan Это вообще тема отдельного видео, конечно Но, по сути, это короткосрочные кредиты размером в твою зарплату Которые тебе дают 7 дней раньше, чем ты получишь свою зарплату У нас в основном в Америке чек приходит раз в 2 недели Ну, как когда, но в основном раз в 2 недели И то есть, если у тебя деньги закончились на неделю раньше Ты можешь пойти и взять свою же зарплату в этих местах в кредит Но, хотя это кажется таким краткосрочным решением проблемы На самом деле, годовой процент в этих payday loans, местах Составляет иногда до 800% годовых Это сумасбродная сумма Люди, у которых хорошая кредитная история Если у них что-то случилось не так и они определенную сумму оставили на кредитной карточке У них так называемый баланс есть теперь на кредитной карточке На который включаются проценты Если, скажем, у них очки, ну там 800, например, да, высокие, самые высокие 850 То они будут платить процент, скажем, 13-14% годовых за сумму, которую оставили на кредитке То есть, например, вы купили там автомобиль за 8000 И теперь на 8000 на вас наложили 14% годовых Это не смертельно Плохо, но не смертельно Люди, у которых плохая кредитная история Их жахнет процент размером в 33 Сами понимаем, это в 2 раза большая сумма А доходы у них в 4 раза меньше То есть, бедняков загоняют такие условия, что они иногда принимают сумасбродные решения Которые, кстати, есть определенные научные объяснения Из-за того, что они в постоянном стрессе Они принимают ненормальные решения Скажем, мать, которая очень волнуется из-за того, что у нее закончились подгузники Или там осталась последняя спайка Она настолько забивает себе голову этими подгузниками Что не видит большей картины И затем едет в Walmart и покупает, не знаю, 6 ящиков этих подгузников А затем, оказавшись дома, она вдруг случайно понимает, что ей нечем платить аренду послезавтра Эти люди живут в постоянном стрессе И из-за того, что они постоянно тратят кучу времени Мы знаем, время, деньги, да Они тратят кучу времени на то, чтобы добраться, съездить за продуктами Они ждут автобус, они ждут в прачечной Они ждут в дешевой клинике Они ждут в перезаполненных социальных офисах Они ждут в очереди на футбанках Они ждут, 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 ждут У них нет времени, чтобы, скажем, спланировать свою финансовую ситуацию Посчитать свой бюджет Поговорить со своими членами семьи Принять определенные финансовые, возможно, ограничения Чтобы как-то выйти из сложившейся ситуации У них нет времени просто сесть и подумать Поговорить о завтра Они не могут думать о завтра, если все, чем они заняты сегодня Это тушение ежедневных финансовых пожаров Люди эти живут настолько в сильном стрессе Что, ну, можете сами погуглить, какой у нас коэффициент самоубийств Говорят, в Америке с голоду умереть нельзя И люди, которые питаются определенным образом У которых нет денег, они не могут съездить и купить себе большую спайку Чего-то там в костку Они могут поесть в Макдональдсе Потому что они смотрят, ну, сколько в Макдональдсе стоит меню Где там будет первый, второй компот, да, картошка там и все остальное Меню Макдональдсе стоит там, скажем, 2,50, да? Или 2,80 Это раз покушать Хотя у меня есть статейка, я оставлю внизу ссылку Где я чудесно питаюсь за 2 доллара в день Ни в чем себе практически не отказываю Это и фрукты, и овощи, и сладкое, и компот Все как положено То есть есть разница 80 центов за питание в день Умножить на 360, это уже 360 долларов Это уже половина аренды в нашем анти Поэтому, когда вы в Америке считаете, что вы бедный Знайте, что, скорее всего, вы даже не представляете себе, что такое бедность в Америке Когда вы в СНГ считаете, что в Америке все грибут деньги лопатой Вы, скорее всего, даже не представляете, в каком стрессе находятся люди Я каждый день вижу клиентов банка, которые пытаются погасить эти отрицательные счета С которыми ведут переговоры, обещают измениться Которые одалживают деньги у родственников Чтобы только закрыть эту брешь банковскую Но деньги родственникам тоже нужно будет отдавать В общем, вот такой небольшой ликбез о бедности США О которой не принято говорить в интернетах Потому что, возможно, люди не знают А те, кто знает, им стыдно об этом говорить Поэтому, если видео вам показалось познавательным Пожалуйста, поставьте лайк Лайки много чего значат Они поднимают видео популярность Они в середине механику в Ютубе меняют Поэтому, если вам не жалко Если действительно понравилось Сжахните эту кнопку Она помогает Можете поделиться видео с друзьями в соцсетях Кто считает, что Америка рай на земле Пускай послушает и посмотрит Что из себя представляет бедность в США Кому видео почему-то не понравилось Естественно, можете поставить палец вниз Я бы хотел, конечно, послушать Почему не понравилось Можем обсудить это в комментариях И, в общем, да Вот такие у нас 50 оттенков бедности в США А всем спасибо за просмотр Всем пока До новых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!